Здравствуйте, Ирина! Мы не можем определить, в какое время года лучше сделать свадьбу, летом или осенью. Мы хотим много разных фотографий, в разное время года и даже зимой. Ну, смотрите, чтобы сделать много фотографий, совсем не обязательно делать свадьбу в то же время года, потому что я вам сейчас расскажу одну историю, когда это был, знаете, какой год, 2012 год, и у меня была невеста Вероника. Вероника, ну не знаю, смотрит она блог, не смотрит, я думаю, что, наверное, уже и не смотрит, потому что время много прошло. Так вот, Вероника, когда выходила замуж, мы долго с ней готовились к свадьбе, все было прекрасно, все было продумано и здорово, мы очень ждали это мероприятие. И тут за неделю до мероприятия Вероника заболевает, причем так сильно заболевает, у нее температура была, там скакала. В общем, в день мероприятия у Веронички была температура, там, 39,7, понимаете, да, о чем я говорю? Это было лето, это был июль, она, конечно, вообще абсолютно, ну вот, в полном раздрае, мы приехали, ну, ребята, фотографы, операторы приехали к ней домой, она, там, головы просто не могла реально оторвать от подушки, потому что, ну, представьте, да, такая температура, там, 39,7, это с ума сойти можно. В итоге, кое-как доехали до ЗАГСа, была роспись в ЗАГСе, после ЗАГСа Веронику повезли в больницу, поставили ей капельницу, чтобы немножко сбить эту температуру, и после этого поехали на банкет. На банкете она бодрячком уже была, видимо, после капельницы, конечно, ну, как бодрячком, это относительно бодрячком, конечно, она не прыгала, не скакала, то есть было видно, что она болеет, конечно, но... Но! Но! На фотографиях она получилась, все хорошо, все здорово. В итоге они четко для себя решили с ее супругом, что обязательно они сделают фотосессию, когда она будет в хорошем здравии, чтобы были хорошие фотографии, потому что она очень долго готовилась к этому мероприятию, действительно, очень ждала это мероприятие, и, ну, было прям действительно обидно, что вот именно за неделю до мероприятия... Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео, и забрать файл, который я приготовила для вас. И дальше они сделали фотосессию осенью, и после этого они сделали фотосессию зимой, и в итоге у нее много разноплановых фотографий, она и зимой, и осенью сфотографировалась, причем с другой прической, в том же платье, но с другой прической, там, с другим букетиком, даже зимой она опять сфотографировалась, даже, по-моему, летом они потом поехали куда-то на море, она опять же взяла с собой платье, и они сделали фотографии. Ну, в общем, фотографий было масса, и действительно в разное время года. К чему я все это рассказываю? К тому, что абсолютно необязательно, да, делать свадьбу, там, в какое-то время года, и рассчитывать, что фотографии у вас будут только в это время года. То есть, если хочется, чтобы было тепло, комфортно, уютно, ну, делайте летом. Если нравится осень, опять же, осень разная бывает, да, вот, например, вот год назад в октябре было, ну, так, не очень комфортно. В этом году в октябре было очень, у нас очень комфортный октябрь, очень комфортный был сентябрь, вообще просто потрясающе теплый. Вообще, вот этот год нас радует погодой, просто удивительно, конечно. А в том году, опять же, в том году в июле было очень холодно, действительно, хотя, казалось бы, это лето. То есть, не угадаешь с погодой абсолютно точно, непонятно вообще, какая погода будет в следующем году. Надеюсь, что с каждым годом будет становиться все теплее, 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 но не угадаешь. Я бы, я бы, конечно, выбирала бы осень, потому что, ну, тут много факторов, откровенно говоря, в пользу осени. Во-первых, потому что осенью очень красиво. Я вот сейчас хожу, у меня же дух захватывает, какая красота вокруг. Поднимаешь глаза, и просто здесь вот эти желтые пятна, красные пятна, зеленые. Ну, я просто очень люблю осень. Вы поймите меня правильно. Осень – это мое самое любимое время года, причем, когда мне было там лет 18, я терпеть не могла осень, мне казалось, что это холодно, дождь там и так далее. А вот сейчас, вот не знаю, с годами, что ли, или почему, но вот сейчас это мое самое любимое время года. Мне кажется, что это время, когда на улице настолько свежо, настолько вот прекрасно все. Я хочу засыпать там с открытым окном, несмотря на то, что там на улице ночью 0 градусов. Но вот я вот прям вот нравится мне этот осенний воздух, не могу ничего с собой поделать, люблю осень и все тут. Поэтому, конечно, если бы это была я, я бы, наверное, пошла в сторону осени. Ну, и плюс осенью много преимуществ перед летом, да, потому что не так много пар женится. Ну, опять же, смотря какая это осень, да, если мы говорим про октябрь-ноябрь, не так много пар женится там в октябре-ноябре, в сентябре, конечно, много пар женится. Тут это такой же бархатный сезон, как и август. Плюс гораздо больше выборов площадок, гораздо больше можно сделать за тот же бюджет. То есть, в принципе, конечно, если мы говорим про осень, то осенью много преимуществ перед летом.